ребята всем привет я сказал в одном из роликов что сделаю обзор по поводу так называемые защелки да вот или как еще бывает называет его крик фальц ну вот с таким замком значит история такая когда я начал узнавать всю историю этой технологии защелки почему я называю защелка потому что никакого отношения к фальце не имеет вообще никакой просто имитация фальца это накидаем несколько таких терминов до чтобы вы знали что так называемый клик фальц или самый защелкивающий фальц никакого отношения к технология фальца не имеет вообще вот это имитация фальца от технологии не примерно такая же как у металлочерепицы или профнастила вот единственный момент что у самих картин нет сквозных креплений саморезами сквозь само покрытие кровли металлочерепица то есть кровли не получается там такой дуршлаг да как это металлочерепица или профнастил но мы про эти кровли я сделаю отдельные ролики по каждой я кровли сделаю отдельный ролик где я расскажу все нюансы минусы плюсы то или иной кровли значит никакого отношения к фальцевой кровли не имеет это комитация но этот будет ролик очень короткий дальше будет немножко троллинга семена из грандлайна так посмеяться чисто дело то в том что когда я начал углубляться в эту технологию а технология пришла это из штатов вот я начал смотреть каналы блогеров американских кто занимается такой технологии и знать для себя очень много чего узнал я думал про нее уже все знаю что это защелка что есть маркетинг что ты и производители то или продавцы кто продают этот сранец они не договаривают очень много вещей и когда начал углубляться серьезно в эту тему я очень много для себя у чего увидел и узнал про это поэтому я хочу сделать такой большой основной ролик по поводу разницы двойного стоячего пальца или вообще фальца пальцевой технологии и технологии защелки вот потому что это такая обширная тема получается и я думаю что об этом надо очень серьезно рассказать информативно чтобы все ну до всех дошло я не собираюсь ее втоптать скажем так вообще эту технологию грязь да хочу просто рассказать о технологии и чтобы впредь в будущем те клиенты ну или люди да скажем так которые собираются себе делать пальцевую кровлю не обманывались продавцами которые навязывают эту технологию в виде фальцевой кровли вот поэтому будет отдельный ролик большой у меня сейчас сегодня тоже 12 число я 15 уезжая в москву на три дня потом опять сюда и после этого после приезда я буду потихоньку писать сценарий я скачал другую программу вегас про до которой буду монтировать видео и потому что надо сделать оттуда взять видео оттуда взять видео информацию и все вам это показать столько много интересного оказывается я не знал когда я начал это все узнавать на американских youtube каналах то очень много для себя подчеркнул смысле информации вот поэтому подождите он будет этот ролик но он будет информативный а пока в конце патрули немножко семена и более семена семен был не против смотрим всем привет меня зовут семён и это grand line питер сегодня у нас самый петербургской кровельный материал фальцевая кровля это гладкие листы которые соединяются между собой с помощью специальных замков так называемых фальцов так вот сегодня мы сравниваем классический двойной стоячий фальц и современную альтернативу клик фальц что в этот выпуск не вышел постным и скучным сегодня чем паркет фальцовая дерби сегодня черная против белого клик фальц против двойного стоячего ангела небес против демонов ада следите за игрой это будет круто остановить двойной стоячий фальц имеет очень жесткое очень плотное соединение благодаря которому достигается практически абсолютная герметичность между листами на прямом соединение картин очков пользу двойного стоячего и я буду по плову и так следующее отличие это тип крепежа например у клик пальца применяются саморезы пыша 3 и листовая а вот для двойного стоячего фальца вам понадобятся специализированные крепления которые называются клямеры при этом они бывают подвижные неподвижные и чтобы правильно их рассчитать тоже нужно знать снипы и пользоваться головой почему тоже совсем другая очко в пользу клик пальца соединение у клик пальца в разрезе выглядит вот так я думаю что уже догадались что теперь самое интерес тип соединения листов непосредственно влияет и на другие свойства обоих кровельных материалов объяснить этот факт действительно невозможно например угол наклона у классического фальца от трех градусов можно практически на плоские крыши использовать то вы несете что вы такое сочиняете ему более ну бред же а у клик пальца как у металла черепица это 16 градусов совпадение не думаю очков пользу двойного стоячего монтаж двойного стоячего фальца подразумевает на наличие полного комплекта кровельного инструмента а для клик пальца нужно гораздо меньше профессионального кровельного инструмента это просто охуенно технологии ребята технологии очко в пользу клик пальца двойной стоячий фальц может быть предназначен в том числе для сложных архитектурных форм то время как клик пальц из-за особенности замка не может повторять то же самое поэтому предназначен в основном для домов частного назначения очков пользу двойного стоячего для монтажа двойного стоячего фальца нам понадобятся очень квалифицированные рабочие которые по-настоящему умеют рамеют рамеют работ с металлом а вот для клик пальца нужно чтобы был человек который минимум на прямых участках умеет нажимать ногой с этим даже я справлюсь вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться и я не могу очко в пользу клик пальца вот такая занимательная получилась у нас сегодня игра казалось бы более опытный технологичный двойной стоячий должен был с легкостью втоптать в землю своего молодого но перспективного оппонента но нельзя забывать что кровли бывают и простых форм односкатные и двухскатные с углом наклона не менее чем 16 градусов где в равной степени можно использовать и клик пальцы двойной стоячий и вот тут-то клик пальц и проявляет свои сильные черты это простой и понятный монтаж а также быстрый и экономичный крепеж так что господа у нас ничья ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и конечно добавляйте свои комментарии спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и